Вот уже начинает потихоньку исполняться моя мечта. Мечта простая. Я хочу, чтобы когда-нибудь в каком-нибудь городе, когда я читаю стихотворение Бродского бабочка, весь зал его читал со мной. На самом деле в некоторых городах уже это почти получается. Я позволю себе повториться. Уж более нравится мне это стихотворение в преддверии весны и в преддверии красоты, которую нам принесет природа, и в том числе бабочки. Я хочу вам еще раз напомнить эти филигранно-изящные строчки. Итак, Иосиф Бродский. Бабочка. Сказать, сказать, что ты мертва? Но ты жила лишь сутки, как много грусти в шутке Творца. Едва могу произнести желат, единство даты рождения, и когда ты в моей горсти рассыплась, меня смущает вычесть одно из двух количеств пределок дня. Затем, что дни для нас ничто, всего лишь ничто. Их не приколишь и пищегласный сделаешь, они на фоне белом, не обладая телом, незримые дни. Они как ты. Вернее, что может весить уменьшенный раз в десять один из дней? Сказать, что вовсе нет тебя? Ну, что же в моей горсти так схожи с тобой цвет? Ни плод, ни бытия? По чьей подсказке и так кладутся краски? Навряд ли я, бормочащий комок, слов чуждых цветовообразить бы. Эту политую смог. На крылышках твои зрачки, ресницы, красавицы и птицы. Обрывки чьих, скажи мне, ты лиц, портрет летучий. Каких, скажи твой случай, частиц, крупиц являет натюрморт вещей, плодов и даже ловли трофей растет. Возможно, это пейзаж. И, взявши лупы, я обнаружу группу нив, пляску пляж. Светло ли там, как днем, там лыб, как ночью. И светило, какое в нем зашло на небосклон. Чьи днем фигуры, скажи, с какой натуры был сделан он? Я думаю, ты тот и это. До звезды лица предметов тебе чертык. Кто был тот ювелир, что бровь не хмуря нанес в миниатюре тот мир, что сводит нас с ума? Берет нас в клещи, где ты, как мысль овещи, мы вещь сама. Скажи, зачем узор такой был даден тебе всего лишь на день? В кругу озер, чья амальгама в прохранит пространство, А ты лишаешь шанса струкратки срок попасть, о чем затрепетать в ладони в момент погони, Принит, зрачок, ты не ответишь мне. Не по причине застенчивости и не со зла. И не за тем, что ты мертва, жива, мертва ли. Но каждый божий тварь, как знак родства, дарован голос для общения, пения, По длине мгновения, минуты дня, а ты, ты, ты решила сего залога. Но рассуждая строго тем лучше, какой лад быть у небес, в долгу, в реестре, Не сокрушайся же, если твой вес, твой век достойный немоты. Звук тоже время, бесплотнее еще время, беззвучный ты. И ощущаю, не дожив до страха, ты въешься легче праха над клумбой вне, Похожих на тюрьму с ее души, минувшего с грядущей. И потому, когда летишь на лук, желая корму, приобретает форму сам воздух, друг. Так делает перо, скользя по глади, расчерчивая тетради, Не зная про судьбу своей строки, где мудрость есть. Смешались, но доверие с толчком, руки в чьи пальцы бьется речь, Вполне не мая, не пыль, цветка снимай, но это тяжесть встреч. Такая красота, и срок столь краткий, соединяйся, догадка к ребят устал. Не высказать ей с ней, что в самом деле мир создан был без цели, А если с ней, то цель не мы. Друг, кантомолог, для света нет иголок и нет для тьмы. Сказать тебе прощание, как в форме суток. Есть люди, чей рассудок стрижет, лишая забвения, Но взгляни, к тому вино лишь то, что за спиной у них, И дни с постелью надвоних, но смыль дремучий, Не в прошлое, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто. Вернее, ты ближе. Из Риме, внутри же, на все нас, что ты родственна ему. В твоем полете оно достигло плоти, И потому ты в сутоке дневной до сына взгляда, Как мягкая преграда между дню и мухи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ